Самарские новости спорта В мяч уходящего года в чемпионате страны крылья Совета в гостях сыграли в ничью с Краснодаром. Первый тем оказался сухим на голы. Во втором болельщики увидели два забитых мяча. Первым отличился Краснодар. На третьей минуте лучший бомбардир команды Федор Смолов распечатал ворота голкипера Георгия Лори. Чтобы сравнять счет, крыльям потребовалось почти полчаса. Опять сработала связка нападающих Иоанн Мола, Сергей Корнеленко. Беларусь сделал счет 1-1. Самарский клуб поднялся на 12 место и покинул зону вылета из чемпионата страны. Тройка лидеров Премьер-лиги – Спартак, Зенит, ЦСКА. Продолжение турнира состоится в следующем году. Первые матчи весенней сессии намечены на первые числа марта. Женская баскетбольная команда Политех на своей площадке сыграла очередные матчи в Суперлиге. Соперник – Московская Динамо-2. Первый поединок остался за гостями, хотя в четвертой четверти Политех пытался спасти игру и даже сравнял счет, однако потерпел поражение в 83-86. Встреча второго дня проходила уже по иному сценарию. Политех завладел инициативой и после третьей четверти вел в счете 29 очков. В итоге сам ГТУ разгромил Московская Динамо в 83-56 и закрепился на первом месте Суперлиге. Артем Бучковский занял второе место европейского молодежного цикла по фехтованию. В Мюнхене, Германии, самарский саблист в четвертьфинале обыграл опытного Бьерна Хюбнера 15-9. Затем нанес поражение итальянцу Леонардо Дриоси 15-13. В финале Бучковский уступил Рихарду Хюберсу 7-15. Немец недавно стал пятым на этапе Кубка мира, а бронзу Евротура поделили между собой Максимилиен Кидлер Германии и Леонардо Дриоси Италия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.